Друзья, всем привет из Белоруссии! Всем привет! Вы на канале BigTripLog. Сегодня мы отправляемся в Гомельскую область, чтобы посмотреть с туром Чернобыльскую зону отселения. Ну а в начале нашего дня мы приехали на завтрак в интересное место, которое называется Кофе Софа. Мы сейчас завтракаем. Заказали пиццу, пончики, и нам так красиво накрыли стол. Все так по-воздушному, нежно. Попробуем пиццу. Только что приготовленное, на тонком тесте, с ветчиной, с грибочками, с сыром. Вкусно, то, что надо для хорошего утра. Для начала дня. Сейчас мы попробуем сэндвич. Мне кажется, в таком Кофе обязательно должен быть сэндвич. Он такой семейный, милый. Вкусно, знаете, есть такая необычная тостерница, которую ты сверху закрываешь. Колбаса, сыр. Очень вкусно. А еще у нас есть вафли. Вафли. Что еще есть? Пончики. Чай, кофе. Очень вкусно позатракали в Пышечной. И надо сказать, что ребята, помимо того, что делают вкусную еду, еще делают вот такое вот интересное домашнее вино. Мы взяли попробовать из крыжовника. Естественно, пока что пробовать не стали, потому что утром, кто с утра пьет. Но вечерком мы обязательно попробуем и поделимся впечатлением. Ну, я с тропой. Действительно вкусно. Приходите не только за пончиками, но и за вином. Все, ребята, поехали. После завтрака мы встретились с Петром, с которым отправимся на очень интересную экскурсию. Это в зону отселения. Здравствуйте. Едем в зону. Сейчас мы движемся по нашему маршруту. Сделали первую остановку возле усадьбы Халицких. Заброшенной усадьбы 19 века. В различное время здесь был детский дом. Ну, сначала, конечно, сама усадьба, потом детский дом, администрация тюрьмы, какой-то ночлег для мятежников. В общем, все на свете было, а сейчас здесь просто склад. Да. И эта усадьба сейчас принадлежит парковой зоне. Здесь можно немножко прогуляться вокруг аккуратно. Ну, от простого туриста она скрыта. Скрыта забором, но мы немножко прогуляемся вокруг. Сейчас мы обошли усадьбу с другой стороны. Видим красивый балкончик, на котором раньше проводились балы. Еще стоит пару слов сказать о том, как мы передвигаемся с нашим гидом. Получается, мы едем на двух машинах. Вот гид едет на Лади Гранте. И мы еще арендовали еще один автомобиль. Киа Спортич на один день с сегодняшнего, сегодня до вечера. И на двух машинах мы как раз и передвигаемся. Сейчас у нас вторая остановка. Мы находимся в городке, который называется Ветка. Здесь красивый фонтан, площадь. Ну, а гид наш сказал, что мы отправляемся в музей. Таким образом, мы попали с вами в музей старообрядчества и белорусских традиций. Фонт сюда стоил 4 рубля с человека. Проведем здесь, наверное, минут 10-15 и поедем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Очень достойный музей. Много экспонатов, красивые иконы, предметы утвари, несколько этажей. Поэтому здесь можно гулять было и час, наверное, даже больше. Но поскольку у нас мало времени, мы ограничились 10 минутами. Если вы увлекаетесь старообрядческой культурой, то мы рекомендуем вам в город Ветка, Гомельская область. Наша очередная остановка. Мы находимся в районном центре, небольшом городке, который называется Добруш. В 140 километрах от него находится Припять. И там произошла атомная катастрофа, а именно на 4-м энергоблоке. Ну а Добруш знаменит своей бумажной фабрикой. Красивой площадью, как всегда, памятник Ленина чуть поодаль. Сейчас мы увидели табличку, написанную радиационная опасность, въезд запрещен. Но, вроде как, говорят, нам бояться нечего. У нас есть специальные пропуска. Сейчас мы даже остановимся и еще раз. Покажем вам начало нашего пути. Сейчас мы находимся на границе зоны отселения. После Чернобыльской АЭС. Всего у нас в Беларуси 5 разных чернобыльских зон. Это зона отчуждения. Вокруг самой станции непосредственно. 30-километровая зона и Полейский радиационно-экологический заповедник. Зона последующего отселения или зона с правом на отселение. Это зоны вокруг зоны отчуждения. Также располагаются они Хойнинский, Брагинский и Наравлянский районы. Зоны отселения это Доброжский район, зона Доброжского района, Ветковского района, Чечерский спецслесхоз. И самая дальняя в ЧАЭС зона отселения это Костюковский сельсовет Могилевской области. Она находится в 260 километрах от станции. Также вокруг идут зоны обязательного досконтроля и зоны периодического досконтроля. То есть территории, на которых если вы собираете грибы и ягоды в лесу, то их нужно обязательно проверить. Если зона периодического досконтроля, то желательно проверить. Потому что в них есть высокая вероятность превышенного содержания радионуклидов. То есть чтобы они не поступили в организм, на санстанции, а в Гомеле, в райцентрах можно везде проверить. Также санстанции есть на рынках, то есть в продажу поступала только чистая продукция. Мы сейчас находимся в Доброжском районе, в Доброжской части зоны отселения. Также вся эта территория, помимо того, что это зона отселения, также это особо охраняемая природная территория, заказник и путь. Название происходит от названия реки, которая течет. Вот здесь ее мы также видим. Этот знак, зона отселения, это единственный, неизвестный во всех зонах, знак именно на асфальте. Разделение административно-поровое по разным типам зон. Зона отчуждения, отселения, она идет от плотности загрязнения, насколько сильно загрязнена эта территория и состава радионуклидов. Зона отчуждения загрязнена в основном тяжелыми радионуклидами. Хоть дозообразующие элементы там, это цезий и стронцы основные, но также большая часть загрязнена трансурановыми элементами и америциям 1041. У этих элементов очень долгие периоды полураспада. Это тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч лет. Поэтому эта территория, зона отчуждения, она навечно выведена из использования. Зона отселения загрязнена в основном сейчас только цезием 137. Также было загрязнение цезием 134, но у него период полураспада 2 года всего. То есть уже через 20 лет, через 10 периодов полураспада, этот элемент уже в пробах практически не обнаруживался. Сейчас прошел уже один полный период полураспада 137-го цезием. То есть уровни уже упали в два раза. Через 10 периодов полураспада, примерно через 300 лет, эта территория будет считаться уже чистой. Как вы слышали, наш гид поведал нам интересную информацию о зоне, в которой мы и находимся, куда мы сейчас с вами въезжаем. Собственно говоря, отсюда и начинается наш путь, наша главная точка впереди. Мы сейчас находимся в деревне Вылева. И здесь когда-то располагался храм архистратика Михаила. Это был памятник архитектуры 9-го зодчества 19-го века. После аварии на ЧС относился к зоне отселения. И он приходил постоянно в ветхий вид. На 23-й аварии МЧС перенесли его, ученики перенесли его в Гомель. И он сейчас является основным главным нашим памятником Чернобыльской аварии. Располагается в Гомеле на Оридическом проспекте. Он был здесь разобран, перенесен в Гомель. На холмики собран, отреставрированы часто действующие церкви. Сейчас здесь осталось только его ограда и фундамент. Здесь там можно походить и посмотреть. Заросшее, но все основное это видно. То есть это получается как забор такой был здесь? Да, это была ограда. А дальше большие руины остались. Сама деревня Вылева, было много домов, была школа. Но сейчас они закопаны, то есть вся деревня снесена. Потому что в Белоруссии есть программа по реабилитации территории пострадавших от аварий на ЧС. И эта деревня попала под снос. До аварии на всей этой территории были обычные грунтовые дороги. После аварий на ЧС на этих землях дороги прокладывались асфальтные, чтобы избежать загрязнения машин и переноса пыли. Для того, чтобы сделать вечную разметку, которая была бы тут постоянной, сохранилась бы на годы. Для этого применили битый фарфор давленный. Дело в том, что в Добруш располагается фарфоровый завод. И битого фарфора и отходов производства тут предостаточно. Поэтому разметку дорожную сделали вдавленным битым фарфором. Она была здесь положена очень-очень давно и навечно сохранится, наверное. Сейчас мы гуляем по руинам церкви, о которой нам рассказывал Петр. Впереди мы можем видеть лишь основание, лишь фундамент. Это церкви, которую перенесли в город Гомель. А мы с вами находимся примерно в 40 километрах от Гомеля, в Гомельской области. На окраине деревни Уильяма находится знак радиационной опасности. Насколько я знаю, это один из самых старых знаков, который сохранился в зоне еще после аварии. То есть он здесь висит с послеаварийного периода еще. Остальные знаки все равно обновлялись как-то, менялись. По пути вот видели знаки радиации. Это совсем новые, вот в прошлом году их обновляли, вешали знаки. Знаки вот по мере старения, таблички ржавеют, облазят, там выцветают на солнце, их заменяют. Вот это знаки еще с советского времени. Сейчас мы оставили наши автомобили у дороги и сами пошли гулять по тропинке в лесу вслед за гидом. Посмотрим, куда это нас тропинка выведет. Сейчас тропинки бы дошли до заброшенного дома. Когда-то здесь, естественно, жили жильцы, а сейчас мы можем наблюдать лишь ловушку для пчел, которая стоит наверху. Нам сейчас гид рассказал, что это необычная земля, потому что под этой землей находятся домики, которые здесь стояли, в которых здесь жили. И хотят через многие года их восстановить, раскопать и возродить эту территорию в том виде, в котором она была. Пока на этом месте лишь один заброшенный кирпичный дом. Мы приехали в деревню Демьянки. Она состоит из двух маленьких деревень. Когда-то была отдельно Демьянки и отдельно деревня Низок. Когда эти деревни, в послевоенный период уже, когда большой колхоз устроился, деревни расширились, они были объединены в одну деревню. То есть в одной деревне Демьянки. Вот этот забор, который мы видим на фоне, это забор-усадьба, забор парка-усадьба Герартов. В нем мы позже пойдем. Сейчас прогуляемся в деревню Низок, в дом бывшего жителя зоны Бабы Сони. Как мы видим, сейчас этот дом заброшен. Внутрь войти нельзя. Есть даже надпись, что дом приватизирован, охрана. Поэтому внутрь дома попасть не получится. Лишь осмотреться вокруг. Также здесь неподалеку растут яблоки, цветут яблони. Но, естественно, плоды, сами яблоки мы пробовать не решаемся. Здесь также мы видим еще несколько домов. Если предыдущий был дом номер 25, то этот уже 27. Но они более разрушены. Вообще, оказывается, всего в этой деревне сейчас 10 таких домиков. Какие-то можно заглянуть в окошки, посмотреть на добрушевский чайник старый, на чашечки, обувь разбросанную. И, конечно же, ведут просто мурашки по коже от того, что когда-то людям пришлось все это бросить в один момент и отсюда уехать. Субтитры создавал DimaTorzok «Чернобыльские яблочки», про то, что не берите они черновые, что «да нет, я теща». И вот, ну, интересно самому, пробовать их можно или нельзя? Вот я считаю, что надо пробовать. Ой, кистые какие. Фух. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы подъехали к домику последнего жителя этого поселка, к Миколе. Вот, но находимся чуть-чуть поодаль, сами не подходим, поэтому, если кто-то подойдет, то и мы поздороваемся. Здесь мы можем наблюдать колонку, вода, которую можно пить. Как нам рассказал наш гид, к Миколе приезжает два раза в неделю. Специальная повозка с фруктами, с едой. В общем, здесь обеспечивается, также ему привозят пенсию. Поэтому вот последний житель этого поселка. В Демьянках сейчас живет последний, единственный житель зоны, это дед Микола. Рядом с дорогой электрическая колонка, вода из глубины берется, вода абсолютно чистая, то есть ее можно спокойно пить, готовить из нее. Вода абсолютно чистая. А у него дома есть электричество, вода, все это? Да, конечно, электричество. А вода, он сюда приходит, да? Да, судя по тому, что сейчас с лебоном, не с лебоном, но, скорее всего, да. Ну, вот так, друзья, а вы бы рискнули пить эту воду? Ну, на самом деле, освежающий вкус, приятный вкус, приятный. А сейчас мы проезжаем мимо дома деда Микола. Значит, мы приехали сейчас в парк-усадьба Герардов и стали непосредственно возле самой усадьбы. Значит, это здание постройки 1878 года. Строил и владел этим парком Николай Николаевич Герардов, видный чиновник Российской империи. Одно время он был генерал-губернатором Финляндии и также был владельцем этих мест. В Первую мировую войну здесь располагался полк российской армии. Его молодая дочь Рита, ей было 19 лет, влюбилась в офицера. И когда армия перешла в наступление, она уехала вместе с ним. Отец приказал ее вернуть. И когда ее вернули, не пережив разлуки, она покончила жизнь самоубийством на холме, затрелившись из пистолета отца. После революции 1917 года... Да, была похоронена на фамильном склепе. После революции 1917 года трое местных жителей разграбили этот склеп. И в ближайшем будущем сразу они погибли при странных обстоятельствах все трое. И с того времени вот есть легенда, что до сих пор здесь живет призрак дочери Герарда Риты. В межвоенный период здесь был дом для детей, сирот и беспризорников. Во время Второй мировой войны здесь был штаб фашистов. В этих лесах было очень много партизан, и они их методично выкуривали, и за зиму 43-го года всех уничтожили. В послевоенное время здесь был детский санаторий, школа, также новое здание школы и санаторий построен рядом с этой усадьбой. Это было как-то типа главного здания, да? Да, это было основное здание. В конце 70-х в ней произошел большой пожар. Ее решили не восстанавливать, а провести консервацию. Была отстроена заново крыша и заделаны кирпичом окна. И после аварии на ЧАЭС эта территория относилась и относилась к зоне подселения. Мы можем полюбоваться лишь некоторой частью этой усадьбы, но внутрь ни в коем случае нельзя залезать, пролезать, потому что это здание находится на консервации и строго охраняется, следится. Поэтому лишь любуемся вокруг. И рядом с усадьбой расположен живописный мост, вернее то, что от него осталось. Мы видим несколько арок, здесь также можно прогуляться, сделать красивые фотографии. Наверное, последняя наша остановка в этой зоне – это заброшенный дворец культуры. Мы можем пойти внутрь и увидеть какие-то старые документы, трудовые книжки. Давайте взглянем на это. КОНЕЦ Ну что, увидели в этом ДК и актовый зал, какую-то красивую мозаику. Ну, все в таком, естественно, разрушенном состоянии. Теперь мы отправляемся обратно в районный центр, где посмотрим еще бумажную фабрику. Вот мы нашли в заброшенном ДК деньги старые, которые были в Беларуси до деноминации. Да, удивительно. Смотрите, старого образца деньги получается 50 и 10. А новая десятка выглядит вот так вот. Вот вам и разница. Можно взять на сувенир. Сейчас мы вернулись в город Добруш. Находимся мы на фоне бумажной фабрики, которая функционирует до сих пор. Здание из красного кирпича. Эта фабрика дает работу многим жителям этого небольшого города. Также совсем рядом располагается живописный мост, по которому можно дойти до острова. Именно так называется это место. Всего в Добруше порядка 13 мостов. Но этот самый главный. Также его называют горбатым мостом. А еще Добруш сравнивают с маленькой Венецией. Несложно догадаться, почему. Сейчас мы как раз проходим по мостику, который ведет на остров мостик через реку и путь. Ну а на этом острове есть небольшой ресторанчик, футбольное поле. То есть как парковая зона. Спасибо огромное за эту экскурсию. Было действительно интересно узнать не только что-то новое о зоне отселения, а еще в целом о Беларуси, о жизни здесь, о достопримечательностях. Если вы также хотите отправиться на эту экскурсию, обращайтесь в контактах. Конечно же мы оставим их под видео в описании. Экскурсии по всем частям белорусских зон отчуждения и отселения. Так что приезжайте, будет интересно. Да, друзья, мы вам настоятельно рекомендуем. Также хотелось бы упомянуть еще один нюанс. Чтобы попасть в зону отселения, на каждый автомобиль, который въезжает, нужен специальный пропуск. Поэтому Петр его оформляет. Здесь вписаны все ваши данные, номер машины. Поэтому самостоятельно путешествовать вам не получится. Поэтому нужно всегда обращаться к гиду и оформлять данный вид пропуска. Если вы его не оформите, то вам грозят большие штрафы. Сейчас мы разделились с ребятами. Я, Динара и Али. Мы идем в кафе «Мама Хуана». А Кирилл и Артем поехали сдавать авто и присоединятся к нам через полчасика. Я думаю, у них как раз-таки за это время получится сдать машину. Мы брали в аренду. Аренда стоит 200 белорусских рублей в сутки. Но вообще 160 и 30 за мойку. Причем машину мы реально испачкаем, потому что такая сейчас вся пыльная. Но в залог необходимо было оставить 500 белорусских рублей. Надеюсь, мы их потом потратим. Кафе «Мама Хуана» располагается на площади рядом с цирком государственным. Здесь красивый фонтанчик, очень много людей. Сегодня у нас воскресенье, поэтому очень много отдыхающих. Так, а мы подходим с вами к маме Хуана. Помимо того, что это очень популярное кафе, здесь также можно еще и подымить кальянами. Поэтому у нас сегодня два в одном. Мы и перекусим, и кальянчиками подымим. А вечером у нас поезд уже в следующий город Беларуси. Это Крест. Крест Друзья, небольшой обзор того, что у нас здесь на столе. Вот это вот два бургера. Вот этот бургер называется Мама Хуана. А вот это вот хороший сырный с двойной котлетой. Вот это значит салат с козьим сыром и гранатом. Вот это тартар в мозговой косточке с мозговой косточкой, мясом и горчицей дижонской. Вот это вот буррито, обратите внимание, салат Цезарь в классическом его исполнении. Вот это вот карпаччо. Вот это, кстати, соусом Цезарь, что интересно. Да, вот это вот курочка вкусная. Ножки. Да, соответственно, вот это эмпанадос. Далее можете обратить внимание фахито с курицей и две замечательные кисадиньи. Ну что ж, уже не терпится взять и попробовать. Начинаем нашу операцию по поеданию бургера. Я и большой, но бургер еще больше, поэтому надо как-то суметь контролировать свой аппетит. Ох, очень много соуса. Да, котлеты огромные, посмотрите, просто огромные. Естественно, салатик. Ну, давайте пробуйте, а потом уже расскажем. Не, ну, котлеты, это просто, я впервые вижу, чтобы она была такая большая и настолько плотная. То есть, я не знаю, этим бургером можно наесться очень-очень легко. Ну, да, не смотрели на что. Как тебе соус? Не помню, только черная смородина, то ли. Лишняя смородина. Да, может быть, и лишняя, да. Очень здорово. Кстати, бургер еще поддается салатикам Коу-Слоу и картошки. Олег, ты попробовал тартар с чем? Да, тартар, обратите внимание, сервируются мозговые косточки, и, соответственно, мозг из этой косточки мозговой тоже перемешивается вместе с тартаром, то есть, с миском, мясо, лук и вот такая вот дижонская горчица. В целом, это тоже великолепно. Так вот, мозговая кусть дополняет вкусовую патлету по литру тартара, получается очень насыщенно и щитно. Артем, как тебе твой любимый салат Цезарь, который ты смакуешь? Очень хорошо. Я действительно люблю этот салат, кто мы это знаем, поэтому заказал его, и маму хвально оправдал все ожидания. А как тебе ножки? Ну, ножки островато для меня, но так же прекрасно. Но самое любимое блюдо здесь у меня это карпачо. Никогда не думала, что полюблю этот карпачо. Но посмотрите, смотрите на него. Произведение искусства. Так, Динара, ты что попробовать успела? Я успела попробовать гурритос. Очень вкусно, сытно. Такое прям интересное блюдо. Еще успела попробовать хайхитос. Он с лепешечкой подается, очень вкусно. Как, у нас еще небольшая дегустация напитков. Один из них алкогольный. Давайте пробовать здесь. Ой, ну очень мягко, очень мягко. Грибфрут. Я вижу, здесь добавлена корица. Не какой-то легкий алкоголь. Ну что-то типа рома, да, наверное? Да, здесь ром, два вида. Ну, второй вид я, конечно, вряд ли бы понял. Так, пробуем следующий коктейль. Это уже алкогольный. Здесь ром, ананас и... Как ни странно, банан. Ну, видимо, какие-то ликерчики, сиропчики добавлены. Очень вкусно. Еще четвертый коктейль, но это вот у Динары, там, ежевика. Динара, что скажешь? Очень освежающий, легкий напиток. Мы побывали в городе Гомель, в его окрестностях. И вам желаем тоже посетить эти места. Ну, а с вами увидимся уже в другом городе, но по-прежнему в Белоруссии. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно пишите их в комментариях. До новых встреч, всем пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.